второй день в италии сегодня едем в венецию 5 утра только-только расцвело вот он вкус отпуска когда ты встаешь раньше чем в рабочие дни потрясающе такой вот у нас шведский стол читать не какие булочки сыр уже все короче поели кай кофе все на этом завтрак заканчивается чувство объедимся сейчас вот чем мы сегодня позавтракаем чуть маслица сыра какие-то рулетики и в итоге нам удалось даже урвать ветчину он хлопушки и капучино кстати из автомата обещает быть приятным сюрпризом все всем приятного аппетита мы проехали два часа сделали техническую остановку в каком-то итальянском колхозе даже гид с трудом выговаривал название этого места вот тут есть туалет там вот какие-то сувенирные лавки кафе небольшое можно перекусить хотя в принципе завтрак из отеля еще не переварился виды которые открывались из окна пока мы ехали ну не могу сказать что особо отличаются от пейзажей которые можно увидеть у нас черноземье где-то ухоженные поля где-то просто стоит некошеная трава какие-то домики деревца ну все конечно так мило красиво пока ехали гид вводил нас в курс дела потому что предстоит нам сегодня как оказалось всплыли дополнительные незапланированные траты конечно когда отправлялся в европу понимал что это очень дорого но я не был готов к тому что буквально на каждом углу с нас будут собирать какие-то там дополнительные платежи вчера при заселении в отеле с нас взяли по полтора евро за ночь это какой-то там налог сейчас мы еще должны будем заплатить 35 евро с человека за то чтобы нас на кораблике прокатили от места где остановится наш автобус когда мы приедем в венецию до собственно самой венеции потому что она на воде и добраться туда можно только вплавь ну это ладно еще нам раздадут вот такие маленькие какие-то аппаратики с наушниками чтобы мы всю неделю могли слышать что будет говорить нам наш гид и другие экскурсоводы во всех следующих городах и это стоит 15 евро с человека хотя когда мы были в чехе нам их раздавали абсолютно бесплатно при каждой экскурсии без каких либо проблем это конечно неприятные сюрпризы потому что там чуть-чуть там чуть-чуть и уже набегает на самом деле приличная сумма еще здесь есть церковь как сказал гид 13 века к это уже полуразвалившаяся по по всей видимости не действующая все равно смотрится очень неплохо и тут же из дома который прямо рядом с ней вышла какая девушка там на балкончик с собакой просто живут люди тут же рядом здорово еще очень красивый мостик какой-то такой небольшой канал это у них вот просто какая-то такая типа деревушка но даже несмотря на это она очень ухоженная все красиво за всем следят ну это вот другая сторона европы что все для людей к прям классная картина открывается а еще прикольная фишка у них тут в италии есть знаки ограничения скорости даже если ты едешь верхом на лошади просто скорость 30 для всадников и на самом деле это просто проселочная дорога позади меня и для тех кто на автомобиле там или мотоцикле свернул на нее стоит это ограничение скорости которая предупреждает что ее эту дорогу могут пересекать видимо гужевой транспорт или там кто-то верхом на лошади чтобы они соблюдали скоростной режим и не сбили этих наездников очень все предусмотрительно здорово проехав по венецианской лагуне мы приехали в саму венецию час с парковки наша группа отправляется центр венеции чтобы посмотреть всю эту красоту которую на всех видео и картинках всегда показывают подошли вплотную к венецианской лагуне вот она впереди сейчас подойдет наш катерок поплывем венецию раньше когда цивилизация сюда не пришла все отходы скидывали прям в воду том числе и из поражения я не представляю какой тут был запах час пахнет просто каким-то морским воздухом вот и наша очередь дошла садиться на катерок блин ну катер на самом деле неплохой такой большой катер сейчас я думаю все уместимся надо занять лучшие места кончерна я определенно хочу наверх на носу сидеть стоять нельзя на втором этаже в принципе стоять нельзя только сидеть попробуем поснимать мне отсюда на катере мы добрались до островной венеции проплыли по каналу джудека он очень широкий и скатер открывался хороший вид на сам город на саму венецию на ее дома вот эти вот которые подмываются водой у самого основания смотрелось очень классно сейчас спустимся со второго этажа главное не рубануться вот отлично и пойдем смотреть венеция надо включить аппаратик с наушником по тому же уже что-то рассказывают ну чё как тебе поездочка хорошо хорошо а вы где сидели я че-то вас так и не видел в конце вы получается назад смотрели по сторонам и надо а то я к этому капитану сначала полез вот такой уходи уходи отсюда такой веревочки завесил короче там все равно нормально сбоку видно было все выдвигаемся от причала уже в сторону центральной части венеции